И 17 сентября, я как сейчас помню, как ребенок, не только я, таких мальчишек, как я, но бегали, солдаты приходили, лошади были громадные, и Буденовка, вы знаете, это Буденовка, шапка такая, вот и Красная Звезда. Вот это мне запомнилось, и мы ходили за этими солдатами, просили конфеты, а некоторые просили сигареты. Школы польские были закрыты, церковь польская была закрыта, синагога была закрыта, все это было закрыто, и была открыта украинская русская школа. И вот туда и братья мои, и я потом пошел в эту украинскую школу. Но это все длилось не очень долго, потому что этот пакт, подписанный Гитлером и Сталином, он был нарушен, и 22 июня 41 года первая бомба упала на железнодорожную станцию. Это как раз через поле недалеко от нашего дома. Мы прятались в огороде, началась паника в городе, эшелоны стали грузиться, русские войска стали драпать, можно так сказать. В это время мой старший брат НАТО с повозкой, с лошадью, с едой пришел к отцу и говорит, будем отступать вместе с советской армией. Мой отец говорит, я здесь родился, столько поколений здесь было, он помнит Первую мировую войну, и он не принял предложение моего старшего брата, а мой старший брат не принял решение отца, и он ушел, и мы, три брата, мать и отец, мы остались в нашем доме, в нашем городе. В этот период, до начала июля, у нас просто вакуум был. То есть ни немцы не вошли, ни русских нет. Местные жители, я их называю наци-коллаборейторс, которые сотрудничали с немцами, они устроили погром. В дальнейшем они сотрудничали. И убили одного члена нашей комьюнити, Камни. Паника была, то есть те эшелоны, которые смогли, кто кому удалось убежал, кто на повозке. Остальная масса осталась в городе. И потом, уже в начале июля, вошли немецкие войска. Вы это помните или нет? Я помню. Я помню только то, что мы закрылись дома, ставни закрыли. Но сквозь щель мы видели, как местные населения, кроме еврейской комьюнити, встречали их хлебью. Хлебом и солью. Хлебью и солью.